Постапокалиптический экшен Biomutant, идея которого выстроена вокруг мутирования выживших после биогенной катастрофы зверей, отложен минимум до апреля 2021 года и может теоретически задержаться до весны 2022-го, хотя должен был появиться ещё пару лет назад и обзавёлся большим количеством геймплейных нарезок, дававших понять, что разработка уже плюс-минус подходит к завершению. Последний раз обещалось, что в продажу новинка поступит до конца марта. Над проектом работает молодая студия Experiment 101, в которую входят создатели Just Cause и Mad Max, и создаётся впечатление, что руководство THQ Nordic дало им ещё больше времени, поскольку видит в Biomutant серьёзный потенциал, а потому не хочет торопиться. Это подтверждается и тем, что издатель выделил куда больше ресурсов на производство, чем собирался, и тем, что Experiment 101 стала внутренней студией Nordic. Сегодня понедельник, 11 января 2021 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. Если бы этот анонс прозвучал чуть раньше, наш ролик про главные игры января имел бы в заголовке не восьмёрку, а девятку. Но тем не менее, именно сейчас норвежская студия Krill Bait, хорошо известная по хоррору Among the Sleep, анонсировала Sunlight — атмосферную игру, в которой нас ждёт необычная философская прогулка по лесу. Лес тут нарисован вручную под вдохновением от художников-экспрессионистов, таких как Эдвард Мунк. Дополнено всё музыкой Чайковского в исполнении хора и оркестра. Вдобавок, собственные голоса-шёпоты получили все лесные деревья, они и будут нас направлять. Прохождение займёт всего лишь полчаса, но это, как обещают авторы, будут яркие и увлекательные полчаса, наполненные философским подтекстом. Релиз состоится в Стиме уже 14 января. Сетевой экшен-плеер анонс Battlegrounds, вышедший в ранний доступ весной 2017-го, а в декабре того же года и в полноценный релиз, быстро и достаточно неожиданно превратился в одну из самых востребованных онлайн-игр, задавшую колоссальный тренд на жанр королевской битвы. Её тираж на PC, PlayStation 4 и Xbox One более 70 миллионов копий, благодаря чему PUBG входит в пятёрку в принципе самых продаваемых игр в истории, наряду с Minecraft, Wii Sports, Tetris и GTA V. Мобильная же версия принесла авторам на текущий момент минимум 4 миллиарда долларов. За 2020 год её загрузили по меньшей мере 200 миллионов раз, поэтому вполне закономерно, что вселенная PUBG будет настойчиво развиваться и разрастаться. Уже известно, что в разработке находится The Calista Protocol — ужастик, похожий на Dead Space от руководителя разработки самой Dead Space Гленна Шофилда. По виду вообще непонятно, в чём его связь с PUBG, но действие разворачивается именно в этой вселенной. А что насчёт основной игры? Авторы намерены как можно дольше её поддерживать, или же занимается сиквелом? Видимо, второе. Как утверждает китайское издание MTN, он уже в производстве. Причём ещё с весны 2019-го. Работа ведётся в двух направлениях. Во-первых, разрабатывается вторая часть PUBG Mobile. Ей занимается отдельная команда PUBG Lite. Во-вторых, создаётся полноценная PUBG 2 для компьютеров и неназванных консолей. Разработка идёт полным ходом. По данным инсайдера, команда подошла к процессу традиционно и назовёт игру просто PlayerUnknown's Battlegrounds 2. Никаких подробностей о геймплейных особенностях издание не приводит. Брэндом Грин, создатель концепции оригинала, участия в этом всём не принимает. Он со своей командой PUBG Amsterdam работает над каким-то отдельным проектом. Анонс PUBG 2 должен состояться в первой половине 2021 года. Между тем, аналитики подводят итоги прошедших 12 месяцев и выясняют, какие игры стали самыми успешными. По данным SuperData Research, первое место занимает шутер Call of Duty Modern Warfare. Он принёс Activision почти 2 миллиарда долларов. Второе место у FIFA 20, с показателем в 1 миллиард, а на третьем — GTA V, которая вышла аж 7 лет назад, но продаваться огромными тиражами такое впечатление будет ещё бесконечно долго. Она добавила в копилку Rockstar Games 911 миллионов. Следующие места в топ-10 занимает ещё парочка спортивных симуляторов — NBA 2K21 и NBA 2K20, у них более полутора миллиардов долларов на двоих. Дальше стоит Call of Duty Black Ops Cold War — 678 миллионов. У Animal Crossing New Horizons — 654 миллиона. Восьмое место — The Cyberpunk 2077 — 609 миллионов долларов. И замыкают рейтинг The Sims 4 и Doom Eternal, почти дотянувшиеся до полумиллиарда. Для платных игр эти показатели — шаг вперёд, прирост составил 28%. Ещё в SuperData Research подметили, что за 2020-й приличный рост показали игры виртуальной и дополненной реальности. Они продавались на 25% лучше — годовая выручка составила почти 7 миллиардов долларов. Выдающиеся и популярные игры могут быть самых разных жанров и видов. Но хоть The Sims 4, хоть Cyberpunk 2077, хоть любой упомянутый ранее спортивный симулятор объединяет одна черта — качество анимации. Смотреть на движения симов в обыденных бытовых ситуациях, на взаимодействие с нами персонажей во время диалогов или на то, как реалистичная кучка мужиков в шортах пинает мячик — удовольствие отдельное и важное. Кому-то может показаться, что 3D-анимация с технической стороны — не очень творческое занятие, но нередко именно этот сегмент разработки задаёт совершенно индивидуальный характер игре. И если вы сами всегда мечтали научиться делать что-то подобное, школа XYZ под руководством старшего аниматора персонажей в Cyber Interactive предлагает пройти годовой курс 3D-анимации, преодолев путь от новичка к мидлу и получив возможность начать работать в игровой индустрии. Вы научитесь планировать и создавать сложные сцены с участием нескольких персонажей, анимировать комбо-атаки, перекаты, различные виды походок и бега, создавать анимацию от первого лица и интегрировать её в движок Unreal Engine. Уже за первые три месяца обучения ваше портфолио разрастётся минимум пятью работами, и даже этого будет достаточно, чтобы начать брать первые заказы для анимации, рекламы и медиа. Вы создадите полноценного анимированного персонажа, который сможет ходить и атаковать. А к финалу программы у вас в портфолио будет динамическая боевая 3D-сцена с несколькими персонажами, в которой будут наглядно продемонстрированы все ваши навыки. Как мы уже сказали, преподаватель — старший аниматор персонажей в Cyber Interactive — Александр Магомедов. Он приложил руку к World War Z, Quake Champions и Mortal Shell. Лучшие студенты XYZ School устраиваются в SpheraSoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. И если вы желаете пополнить их ряды, то ссылка со всеми подробностями в описании. Обучение начинается 1 марта. С недавних пор Modern Warfare уже невозможно увидеть в Battle.net. Её полностью поглотил модуль Call of Duty Warzone, то есть Modern Warfare стала своеобразным «дополнением» к Warzone. Для её запуска требуется установка Королевской битвы, а сюжетная кампания и многопользовательский режим игры 2019 года выбираются для установки отдельно. Соответственно, сейчас именно Warzone является самой важной игрой для Activision, связанной с брендом Call of Duty, и её активно дорабатывают и в новогодние праздники. Авторы выпустили обновления, исправив баланс четырёх видов оружия — DMR-14, Type 63, Mach 10 и Акимбо-пистолетов. После старта первого сезона Black Ops Cold War в Battle Royale добавили, заметим, весь доступный контент из шутера Treyarch, из-за чего возникли проблемы с балансом — больше всего жаловались именно на винтовку DMR-14. В честном бою её практически невозможно было перестрелять. Российский разработчик Яков Бутузов выпустил квест «Дом русалок». Тут рассказывается о России девяностых — провинциальный городок на окраине разваливающейся Советской империи, большой двор, в котором гуляет множество детей. Они играют, дружат, ссорятся, мирятся, любят и ненавидят. Жизнь идёт своим чередом до тех пор, пока не пропадает один из ребят, а его друзья не сталкиваются с ужасом, который не в силах даже понять — «Домом русалок», местом, где самые страшные кошмары становятся явью. Это история о детях, столкнувшихся с ужасом в классических традициях рассказов Кинга и Роберта Стайна, с той разницей, что действия происходят не в уютном пригороде США 70-х, а во дворах, подвалах и на чердаках провинциальной России 90-х, с присущей только ей атмосферой, где, как и в космосе, никто не услышит твой крик. Китайская Next Studios отправила в продажу головоломку Iris Fall для Switch, Xbox One и PlayStation 4. Эта игра вышла в 2018-м на компьютерах и на первый взгляд напоминает контраст, благодаря умению главной героини переходить из трёхмерного телесного существования в двумерные тени. Но тут отсутствуют даже намёки на платформерную составляющую — и в виде тени нам не нужно что-либо преодолевать. Тенью нам приходится становиться, за редким исключением, только для того, чтобы беспрепятственно перебраться из одной точки в другую. А вот обеспечить возможность такого прогулочного перехода без препятствий — это и есть наша главная забота в игре. Для этого нужно решать самые разные задачки на локациях, а также головоломки, зачастую представленные мини-играми. Экшен Outriders, работу над которым ведёт студия People Can Fly по заказу Square Enix, не выйдет 2-го февраля. Релиз отложили на два месяца. Теперь проект окажется на полках магазинов только 1-го апреля. Дополнительное время авторы, разумеется, планируют потратить на балансировку и полировку игры. Но в качестве компенсации за задержку они пообещали 25-го февраля выпустить бесплатную демо-версию, которая позволит сыграть за представителей всех четырёх классов как в кооперативном, так и в одиночном режимах. Это получается уже третий перенос — изначально Outriders планировалось на лето 2020-го. Кстати, у нас на канале выходило превью игры, так что если интересно узнать они поподробнее — ссылка в описании. IO Interactive показала многофункциональную камеру из третьего Hitman. Это полноценный новый предмет, дающий дополнительные возможности. Во-первых, камеру можно использовать по прямому назначению, чтобы делать фотографии — как красивых пейзажей, например, с вершины дубайского небоскрёба, так и устранённых жертв, ведь некоторые клиенты 47-го совсем не против увидеть подтверждение устранения цели. А во-вторых, и в главных, с помощью камеры можно раскрывать новую информацию об уровне и удалённо управлять некоторыми объектами, например, дверьми. Релиз игры, как вы помните, состоится уже 20 января. CD Projekt Red опровергла слух о Cyberpunk 2077, который появился на 4chan в первые дни нового года. В том слухе пользователь представился одним из работников студии. Он заявил, что в проблемном старте экшен-РПГ виноваты топ-менеджеры и инвесторы, торопившие рядовых разработчиков. По его данным, под нож пошли более 50 тысяч строчек диалогов, сюжетные линии и крупные локации, включая канализационную систему Night City. Автор слуха отметил, что в течение 2021 года вырезанный контент восстановят в виде бесплатных DLC, а сама игра триумфально вернётся в стиле No Man's Sky. Официальный твиттер-аккаунт Киберпанка отреагировал на эту информацию. «Обычно мы не комментируем слухи, но на этот раз мы решили сделать исключение, поскольку эта история просто не соответствует действительности», — отмечено в сообщении. Но кто-то уже иронизирует, что так CD Projekt просто подтверждает, что не собирается ничего кардинально доделывать. Epic Games, между тем, купила RAD Game Tools. Не все знают, что это за компания, но, скорее всего, все видели логотип Bing Video — это как раз её технология — один из самых востребованных в играх видеоформатов. У RAD есть ряд широко используемых разработок, в том числе и система сжатия данных, и ПО для работы со звуком, и огромным спросом пользуется RAD Telemetry, помогающая оптимизировать производительность игр. Её технологии использовались по меньшей мере в 25 тысячах самых разных тайтлов. Epic Games, разумеется, теперь собирается их все интегрировать в семейство движков Unreal Engine. Специалисты RAD продолжат работу над своими технологиями и будут заниматься ими совместно с программистами Epic Games. Компания Тима Суини тем самым намерена повысить качество своего движка и ещё больше доказать, что она — лидер в сфере игровых технологий. Основанная Брайаном Фарго калифорнийская студия Inxile Entertainment, выпустившая за последние годы вторую и третью части Wasteland, а также ролёвку Torment Tides of Numenera и Dungeon Crawler The Bard's Tale 4 Barrows Deep, готовит первый в своей истории крупный дорогостоящий проект. Понятное дело — благодаря переходу под крыло Microsoft. Команда опубликовала объявление, что ищет арт-директора для работы над ролевой игрой от первого лица на движке Unreal Engine 5, который поможет обеспечить проекту потрясающий сеттинг. У разработчика должен быть опыт работы с продуктами класса ААА. В обязанности входит создание графики высочайшего уровня — этот проект должен стать визитной карточкой Inxile. Microsoft, интересно отметить, достаточно агрессивно отнеслась к расширению своих активов не только сейчас, выкупив ряд крупных студий, в том числе и Bethesda. Она, в принципе, была такой всегда. Вы, возможно, удивитесь, но корпорация Билла Гейтса однажды настолько разошлась, что вознамерилась даже слопать Nintendo, попытавшись тем самым буквально захватить господство над игровой индустрией. Это было 20 лет назад — ещё до оригинальной Xbox. Кевин Бахус — один из создателей Xbox и бывший директор по работе с партнёрами — говорит, что его с командой отправил на встречу с руководством Nintendo Стив Балмер, и японцам стоило гигантских усилий не попадать со смеху, когда они услышали предложение их купить. «Просто представьте, как кто-то смеётся над вами на протяжении целого часа. Примерно так прошла встреча», — вспоминает Бахус. Потом, ещё в январе 2000-го, Microsoft попыталась хотя бы наладить партнёрские отношения, дав понять представителям Nintendo, что аппаратная часть их консолей — полный подстой, и гениальные инженеры Xbox готовы это исправить. Nintendo в очередной раз посмеялась над Microsoft и решила обойтись без посторонней помощи. Что касается той же Bethesda, то она перешла под крыло редмондского гиганта совсем не потому, что тот сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Просто владеющий ей медиахолдинг Zenimax сам искал покупателя, и Microsoft оказалась единственной компанией, которая потянула сделку, а вместе с тем и идеальной. По крайней мере, так считает автор серии Dishonored Харви Смит. Он сказал, что процесс покупки не завершён и продлится ещё год, а в Arkane пока что не изменилось вообще ничего. Но если бы ему пришлось выбирать из всех известных ему издателей и людей, то, как считает Смит, было бы очень и очень сложно найти для Bethesda лучшего партнёра, чем Microsoft. Они идеально подходят друг другу. Самый Arkane в мае собирается выпустить сетевой экшен Deathloop, но его делает подразделение студии в фоне, к которому Харви Смит отношения не имеет. Оригинальная команда, подарившая нам Dishonored, работает в Техасе и активно корпит над новой игрой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!